Здравствуйте! Мы снова находимся в магазине галереи косметики. Сегодня я решила поговорить о том, как защитить себя от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей. Мы все с вами знаем, что необходимо защищать и лицо, и волосы от повреждающего действия ультрафиолета. Ультрафиолет является одним из главных агрессоров, который вызывает фотостарение, который вызывает повышенную реактивность кожи у людей с розацией, с гиперчувствительной кожей. И важно понимать, как правильно кожу защитить. Поэтому главным вопросом обычно возникает, как подобрать СПФ. Какая цифра должна быть на вашей баночке с СПФ-фактором для того, чтобы эффективно защитить кожу в режиме реального времени от солнца. Ориентируемся мы на индекс инсоляции. Все просто. Ультрафиолетовый индекс имеется в любом практически прогнозе погоды. И он показывает активность солнца на данной территории. То есть, в принципе, активное солнце может быть летом в средней полосе, а зимой такой же высокий индекс инсоляции может, например, в горах. Поэтому и там, и там понадобится высокий уровень защиты от солнца. Так вот, если индекс инсоляции не поднимается выше 2-х, максимум 3-х, то, в принципе, кожа не нуждается в какой-то дополнительной защите от солнца. Если индекс инсоляции условно от 2-х до 4-х, нам достаточно СПФ-фактора от 8-ми до 15-ти. Если индекс инсоляции повышается от 4-х до 6-ти, нам достаточно 30 СПФ уровень. И если выше 6-ти, то лучше выбрать СПФ-фактор 50-50+, и выше. Надо сказать, что и индекс 30 защитит вашу кожу достаточно эффективно от солнца при высоком индексе инсоляции. Но, к сожалению, придется тогда находиться на улице меньшее время. Что важно? Средства с комплексными ультрафиолетовыми фильтрами, то есть и химическими, и физическими, надо регулярно обновлять. То есть каждые 2-3 часа. Потому что химические фильтры на коже начинают окисляться со временем, они теряют свою эффективность и уже не так хорошо защищают от солнца. А кроме того, могут сами начать участвовать в окислительных реакциях, которые будут вызывать фотостарение, от которого мы, собственно, защищаемся. Поэтому, если вы находитесь на активном солнце в течение 2-х часов, либо совокупно, либо подряд, то после течения этих 2-х часов, максимум 3-х, нужно СПФ полностью обновить. Для этого его лучше всего смыть и нанести заново. Если у вас минеральный экран, то есть нет химических фильтров в составе, то, в принципе, допускается нанесение второго слоя поверх предыдущего. Для того, чтобы смыть где-то в условиях, когда вам неудобно умыться, не нужно смывать макияж, там еще что-то, то есть в течение рабочего дня, например, можно использовать какие-то очищающие средства, не требующие обязательного смывания с водой, то есть без мылящейся основы. Это, например, вот если взять гильтек, то это лосьон очищающий. Лосьон очищающий – это мицеллярный лосьон, который можно нанести на ватный диск, протереть кожу, и она останется чистой. После этого желательно смыть остатки лосьона, то есть снять тоже нанесенный на ватный диск, например, тоником, любым гидролизатом коллагена алоэ вера. Самый простой вариант для чувствительной кожи, очень хорошо подходит. Также вы можете использовать любую мицеллярную воду других производителей и тоники, которые не содержат папу. После того, как вы сняли этот слой, нанесли новый. Что еще можно сказать? Фильтры должны быть с хорошим уровнем безопасности, то есть они не должны обладать выраженным раздражающим эффектом, как, например, ультрафиолетовые фильтры уровня бензофенонового ряда, бензофенон 3, 4. Фильтры должны желательно в составе нашего солнцезащитного средства должны быть и химические, и физические фильтры. Химические работают на уровне рогового слоя эпидермиса, они внедряются туда и работают за счет того, что переводят тепловую энергию солнца, то есть именно световую энергию солнца переводят в тепловую, и тем самым инактивируют его повреждающие действия. Фильтры физические, такие как диоксид титана и оксицинка, они работают по принципу зеркала, которое отражает солнечные лучи от поверхности кожи. При этом сейчас достаточно популярны мелкие фракции, например, диоксид титана, которые иногда называются нано, но это не значит, что это у них наноразмеры, они будут проникать там куда угодно вплоть до крови. На самом деле это просто мелкий помол, который не так сильно выбеливает кожу при нанесении. Таким образом мы защищаем от солнца кожу. На самом деле у гильтека есть и средства с небольшим уровнем SPF, это крем увлажняющий, в нем SPF 10, и с высоким уровнем SPF, SPF 50+, это мультипротектор, ойл-фри, который подходит для всех типов кожи, включая комбинированную жирную, для которой вообще сложно найти средства, с высоким уровнем SPF, чтобы оно при этом не жирнило ее. Если мы подбираем средства для тела, то тогда уже можно обратиться к каким-то другим маркам, сейчас мы посмотрим, что здесь представлено, и брать большие объемы, и желательно водостойкие, потому что если мы защищаем тело, это означает, что мы где-то на пляже водоемы, скорее всего будем купаться, поэтому наше солнцезащитное средство должно быть водостойким. Пойдемте посмотрим, что у нас тут есть. Вот мы с вами подошли к полочке, где представлены солнцезащитные средства, основная масса. Вот, например, неплохой вариант для тела, водоотталкивающий спрей с уровнем защиты 50, там же есть и уровень защиты 30. В принципе, я думаю, неплохо подойдет для того, чтобы взять его с собой, например, на пляжный отдых. Не забывайте о том, что если вы все-таки, несмотря на все меры предосторожности, обгорели, что есть в гельтеке прекрасный гель интенсив регенерации, который можно использовать и вам, и вашим деткам, самым маленьким. Если такая ситуация произошла, то есть мы наносим его несколько раз в день на те участки, которые подверглись агрессивному воздействию ультрафиолета, и не будет, скорее всего, шелушения, не будет боли, не будет каких-то проявлений других ожогов, но старайтесь все-таки, конечно же, не обгорать, вовремя обновлять СПФ. Пойдемте посмотрим, что есть для защиты волос от солнца, потому что защищать волосы от ультрафиолета не менее важно, чем защищать кожу. Посмотрим, что у нас есть для защиты волос. Поищем шампунь, бальзам и еще, может быть, спрей какой-нибудь найдем, который не смывается. Вот здесь вот сразу я наткнулась на La Bioesthetic. Здесь как раз шампунь, который специально предназначен для защиты от ультрафиолета. Есть к нему и крем кондиционирующий. Такая хорошая защитная парочка. Посмотрим, что дальше есть. Так, так, что у нас есть от солнца? О, опять желтенькое. Ориентируемся на желтенькое. То есть у нас в Элле, в Элле тоже есть с провитамином В5, шампунь с функцией защиты от солнца. Есть бальзамчик, кондиционер. И я смотрю, спрей тоже какой-то есть. Да, двухфазный, тоже с витамином. Так, что у нас в Лонде, мне кажется, было что-то подобное. Вот здесь есть тоже шампунь с экстрактом мандарины и маслом макадамии. Тоже защитные функции от солнца. Так, а что-нибудь побюджетнее, что у нас тут есть? А побюджетнее вот Эстель, например. Здесь я вижу, есть шампунь тоже с функцией защиты от солнца. Есть бальзам, есть спрей. И там что-то внизу у нас интересненькое. О, такой хороший наборчик косметички. Тоже шампунь, более маленькая версия. Маска восстанавливающая, наверное, такая же, как там в больших банках. И спрей тоже для отпуска, отличный вариант. Так что с вами мы нашли защиту для лица, для тела, для волос. И будем применять ее правильно. Если вам интересны еще какие-то вопросы косметологии, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, если наш обзор был вам полезен. И мы будем очень рады вашим комментариям. Всего вам доброго, до встречи в следующих видео.